Петербургские страсти Петербургские страсти Петербургские страсти Коспоящицы Насте Кондуктор Шип Здесь Ирина Борисовна Гина Гина Кавлогиня Гинекологиня Здесь Есть у нас Есть у нас Есть у нас Петербургские страсти Кто тут на мосту Хочет тут топиться Так напрасно же Беги скорей Включай ютубчик Канал 3М7 Петербургские страсти Наш сериальчик Третья серия Второго сезона Ну Вера подумала О чем мне сидеть медитировать С этой вот С этой вот дурындой Как кондуктор Как осплэйщица А пошла она Куда подальше Вообще Я сама себе На уме И взяла Она такая Вернулась В свою квартирку Заходит На кухню А там вот звук такой И вот такой И вот такой И вот я такой Она сначала испугалась Что кто-то ее вибратор обнаружил И использует А нет Оказалось не то Не то Совершенно не то Это Вайфамовый старичок Подолжал какие то свои Электрические поделочки делать Ну она такая Ну что вы опять Шумите гремите Я хочу отдыхать После работы Он говорит Отдыхайте Извините Я вообще буду Свои поделки Теперь В своем гараже делать В принципе У меня гараж есть Есть Старуха моя Туда не ходит Так что уж простите меня Великодушно И ушел Но вдруг она такая Вера подумала Надо бы перекусить У меня тут есть Веганские пельмешки Из магазина Компас здоровья Ну Тут то оно было Значит В морозилке Водичка течет Все Значит Открывает она морозилку А там вода Такая Бум Ну она тогда Звонит своему приятелю Сергеевичу Тоже По троллейбусному По трамвайному парку Человек там был Слесарь Ну он вообще Мастер на все руки Ну он Приехал Говорит Ну мы горыч Тогда ставь Я приеду Ну посмотрю С холодильником своим Приезжает Он значит Смотрит А там мотора Ни одного Ни другого нет Там два мотора Было у него Хороший холодильник У Веры Ну он тогда говорит Кто-то мотор стырил Он говорит Ну как так Кто-то мог стырить Только если Наш квартиросъемщик Ну, а кондуктор шикосплещица вообще сказала, а не пойду-ка я на работу, буду практиковать духовные практики. Взяла чётки и пошла гулять. И с чётками ходит, перебирает чётки. И как бы прямо по центру города идёт. А все говорят, о, какая-то сектантка, сектантка. А потом она думает, а действительно, выгляжу как сектантка. Надо практиковать в тайне. Как вот Иисус Христос говорил, что затворив дверь в комнате, ты там и молись. А не на площадях, как фарисеи и садукии. Вот я какая неправильная была. Вообще, глупая, глупая, дерзкая девчонка. Ну всё, теперь я буду только в тайне практиковать. Так подумала наша кондукторша госпейсица. А Ирина Борисовна, она возвращалась. С вас только шесть. Выходит она такая, значит, там-сям. Потом решила свою дочку непутёвую помочь ей внучку собрать к школе. Говорит, поехали сегодня ДК Крупской покупать учебники, ранцы купим и всё прочее. Ну, они встретились на Елизаровской, пошли дворами до ДК Крупской. А там на них убегает дядька такой в очках квадратных и бородатый. Говорит, купите у меня открытки советские с разными самолётиками. Ирина Борисовна говорит, да не нужны нам твои открытки, мы идём школьницу нашу собирать, не видишь? Он говорит, нет, ну купите открытки Аэроистория. Вот у меня здесь первые самолётики советские, первые самолётики ещё имперские. Ещё Николай Второй тут с самолётиком. Видите, какая фотография? Да не нужны нам никакие твои самолётики. Иди ты к чёрту, говорит Ирина Борисовна. И толкает этого дядька. Он говорит, ну купите тогда набор марок. У меня в кляйстерах есть огромный набор марок. Она тогда говорит, да иди ты к чёрту своими кляйстерами. И уходит дальше к ДК Крупской. Ну наш полиформовый старичок пришёл в гараж. Взял там поделки всякие, сделал и сделал себе такой электрический велосипед. Взял два мотора с холодильников, как-то там их перепаял. И получился у него такой электровелосипед. Он говорит, ох, как здорово, теперь я в Дикси буду ездить на электровелосипеде. И сел на электровелосипед. И поехал к старушке Бамбумбе. И говорит, ладно, давай мириться, старушка Бамбумба. Потому что мне уже надоело снимать. Это какая-то ерундистика. Вот. Она говорит, ну хорошо, давай действительно не будем больше ссориться. Потому что, в принципе, я перед тобой не виновата. И вообще я тебе никогда в жизни не изменял. Он говорит, да ладно, трындеть-то наверняка изменяла. А ты мне, говорит, товарищ старичок изменял. Он говорит, а это я тебе не скажу. Лучше смотри, что я соорудил, какой велосипед. Поехали кататься в Сосновку, на электровелике. И он посадил её на свою, значит, изобретённую машину. И поехали они по Сосновке кататься на электровелосипедике. Вот и едут они по дороге. А там Белочка. И старушка говорит, ай, Белочка, Белочка, не задави Белочку. А Вольфамовый стучок говорит, да ладно её задавишь, а она вон как быстро бегает. Куда уж мне на моём веломобиле угнаться за такой Белочкой. Вообще шустрый. Мама Вера говорит. Ну всё, надо этого срочного жреца отлавливать. Что-то его нет. Он говорит, да-ка, наверное, после того, как он до этих два мотора отостырил, не придёт он совсем. Ну не знаю, не знаю, ужас. Хотели заработать, а только проблем себе наработали. Но он, правда, за два месяца вперёд заплатил, мы ему тогда не вернём. И залог ему не будем возвращать за такие дела. Да, я думаю, что это разумно. Мы не будем ему ничего возвращать, Вера. Ладно, мама, я пойду, мне надо практиковать. Иди, Вера. Сиди опять на своих подушках. Бестолку. Да, вот такая странная история у нас произошла. Вот Александр Невская лавра стоит такая. Там люди стоят у Александровской лавры, ждут автобусики на экскурсию по разным святым местам. Тут мы видим этого дяденьку, который в ДК Крупской продавал открытки. У ДК Крупской. Ну там во дворе еще напугал Ирина Борисовна. Но этот дядька, он едет тоже на экскурсию в Тихвинский монастырь, он решил поехать. Ну а у нас приходит, конечно, никто иной. Никто иной, все не понимают, где же, где же, где же, кто же, кто же, кто же, а где же отловить этого вольформового старичка. Уже оперуполномоченный Свистулькин как бы уже вызывается в дом. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас фамилия, конечно, очень смешная, но... Свистулькин и Свистулькин. Ну, для полицейского, между прочим, хорошая фамилия. Ну, хорошо. Оперуполномоченный Свистулькин. Могли бы вот найти. У нас такой старичок жил. Он, значит, такой бодренький был. Ну, значит, сдавали, сдавали, да? А налоги-то в казну со сдачей комнат платили. Ну, это не ваше дело. Вы не налоговая инспекция, знаете ли. А вы вот то, что работаете, смотрите на церметаже, это не дает вам право тут меня тыкать. У нас интеллигенция сейчас, сами знаете где, в списках иностранных агентов и нежелательных организаций. Так что вы бы помолчали, пока и вас куда-нибудь не занесли. Ах, вы мне еще угрожаете? Вообще-то я вас вызвал, чтобы вы нашли два мотора, которые у меня с холодильника украл этот жилец. А нечего кому попало, знаете, сдавать комнаты. А вот не буду я ничего вам искать. Вот так вот. Ну, вы, Свистулькин, я напишу на вас жалобы, жалобы в МВД напишу, в Генпрокуратуру, в арбитражные суды. Везде, везде, везде. Все, все оббегаю, чтобы вас посадить. Да, да вы, да вы сами-то кто? У вас вот, вы хоть в Эрмитаже работаете, вроде культурная женщина. А я помню, былые годы, у вас только и слышно, что за стенкой Соловьевов один там кричал, визжал про Украину. Так что знаем мы вас. Никакая вы не интеллигентка. Это я, на самом деле, интеллигент этим поколением. А вы? А вы вообще? Да что вы в Эрмитаже работаете, ты не до этого права считаться интеллигентной женщиной. Вот так вот, сказал Свистулькин и стукнул дверью. Ну, она тогда подумала, мама Вера, ну, блин, вообще, ужас какой-то, газета какая. И психанула, забежала в Верину комнату, там алтарь с чашами, с водой, с рисом. И она начала метать, рис бросать, воду выливать. В общем, все там разгромила, благовоние, все палочки попортила. И зарыдала потом. Ну, а кондуктор, как раз плейщица наша, сидела в комнате, практиковала. Вдруг телефонный звонок. Но она городской причем. Она даже подумала, какой идиот сейчас на городской вообще звонит. Ну, взяла, значит, трубочку, а там ей говорят. Привет, Настюха, как дела? Это знакомый голос, но не узнаю вас. Кто вы? Да это же я, Павел. Ах, Павел. А вообще, какого ты имеешь здесь звонить мне, Павел? Мы с тобой уже расстались, между прочим, давно. 12 лет уже как прошло. А ты мне тут соизволил позвонить. Что тебе нужно от меня? Я тебя бросил и бросил. Вот так вот. Да я тут как-то ехал в трамвае и увидел тебя. Ты, оказывается, кондукторшей работаешь. А какая тебе разница, кем я работаю? Что тебе вообще от меня нужно? Ну, я хотел тебе помочь. Понимаешь, я бизнесмен. Может быть, я тебя бы устроил куда-нибудь более выгодную работу. Может быть, куда-нибудь. А меня устраивает моя работа. Устраивает. Да, Павел. Вот знай это. Вот мне подачек от тебя. Тем более, что от тебя. Вот не нужно. Не нужно. Поняла? И вообще отстанет меня. Сказала кондукторша косплойщица. И бросила трубку. А в это время в отделении полиции находились двое. Наш, значит, барабумба. То есть, какой барабумба? Барабумба, она, конечно, часто в отделениях милиции попадала. Потому что она была такой вот, по тесных акциях участвовала. Ее часто в автозаке вообще гребли. Только так вот. На раз-два. Одной из первых ее гребли. Потому что она больше всех кричала, визжала. И плакатами разными. Антиправительственными размахивала. Вот. Ну, тут непосредственно был, конечно, наш Бамбумба. А не барабумба. Бамбумба и его друг. Которого он называл... Которого в Гоша называли. Они, по-моему, в зоопарке ленинградском. Медемот Гош. Но тут он принятился в человека. Действительно, его звали Гоша. Ну, это не важно, как его звали. Он сейчас открылся человеком. И мы его приняли за перформанс. И тут вот разбирательство такое идет. Значит так. Вы, уважаемый господин... Можете просто называть меня Бамбумба. Бамбумба, барабумба. Вы меня запутали. Вечно попадаются какие-то непонятные. Тут недавно у крейсера Авроры митинг был. И тоже мы взяли какую-то барабумбу. В общем, ужас какой-то. Теперь Бамбумба, барабумба. Я уже запутался. Кто из вас кто. Короче говоря. Где? Где бегемот? Куда делся бегемот? Вы зашли в клетку. Вы зашли, точнее, не в клетку, а у клетки с бегемотом стояли. Где бегемот? Отвечайте мне. Вы что, не понимаете? Воль, бегемот Гоша. Он превратился в человека. Вы, я не знаю, там, что нанюхали из своих солей, там, всяких мефедронов. Я не знаю. Но, в общем говоря, не может никаким образом бегемот превратиться в человека. Совершенно верно. Потому что ты был человек, который был превращен в бегемота. Вы тут мне не говорите какие-то чепухи, ерунды какой-то. Что вы за бред-то несете такой вообще, а? Вы вот пойдете вот, 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 вы вот за кражу бегемота, знаете, куда пойдете? Это госимущество, между прочим, бегемоты ленинградских зоопалков петербургских. Вы вот пойдете как казнократ. Да ты что такое говоришь? Гоша, скажи ему. Ну, вы не поверите, пожалуйста, но действительно я никто, ну и как бегемот был в этой клетке. И вот пришел мой, мой, значит, знакомый, товарищ мой, давно меня должен был освободить. И вот так как бы сделал. Да, совершенно верно, и вообще вас не касается мы, наши дела. Идите к черту, отпустите нас и все. Я так просто отпустить не могу. Ах так? Тогда вот, смотри. Умба-шумба-друмба-друмба-у-ху-ху-ху. Умба-шумба-друмба-друмба-у-ху-ху-ху. И тут наш уперполномоченный раз, и внезапно превращается в кота. В кота такой превращается и говорит. Мяу-мяу. Активируй голосовую речь, говорит бывший бегемот Гоша. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Что вы сделали со мной, черт вы, кудуны? Но мы же вам говорили, что это бегемот. Давайте так, мы вас обратно превращать в человека, пока у нас есть немножко время. А вы нас отпускать. Да, пожалуйста, превратите меня в человека, и я вас отпущу, честно-честно. Хорошо. Умба-шумба-друмба-друмба-друмба-друмба-друмба-друмба-друмба-друмба-друмба-друмба-друмба. На этот раз говорит бывший бегемот Гоша. Ну и тогда раз так, хлопись, и превращается снова наш код ни в кого иного, как опера полномочия. И говорит, отпускает, в общем, и бомбра-бумбу, и этого самого отпускает бегемота Гоша. Да и идите вы к чёрту. Только бегемота-то как-нибудь надо это самое сделать. Не беспокойтесь, мы вам бегемота в зоопарку вернём, никаких проблем, говорит Барабумба. Или бам-бумба. Я уже запутался вместе с этим оперополномоченным, который после такого вообще, конечно, долго ходил к психотерапевту. Но психотерапевт говорил, вы не могли превратиться в кота, а у вас психическое заболевание, судя по всему. Вам надо бы полежать где-нибудь на пряжке, например. Ну и наш вот этот бородатый продавец-открыток с Водококрупской технинский монастырь сходил, походил. И такой идёт уже по центру, довольный, такой радостный, что посетил много церквей, много монастырей. И такой весь хороший, не агрессивный, никому не нападает, на открытки никому не всучивает. И тут внезапно он шёл, любовался природой и зданиями города, и в люк упал. А-а-а-а! Упал в люк, потому что кто-то забыл люк закрыть. А в это время Ирина Борис нашла такая по улице. И там из люка кричит, эй, помогите, пожалуйста, я упал. А кто это такой-то, он кричит, а? Ну, помогите, пожалуйста, а? Ну, хорошо, сейчас, секундочку. У нас тут есть в медицинском заведении стремянка, сейчас я вам её спущу, подождите. Ну, Ирина Борисовна побежала в свою, значит, там, поликлинику, взяла, значит, там, стремянку дворницкой. И притащила, спустила в люк, и наш бородатый мужик залез по этой реченьке и благополучно выбрался с канализационного люка. И поблагодарил Ирина Борисовна вода, а он говорит, не благодарите меня, не благодарите его, всё-таки с канализацией у поля от вас дурно пахнет. Не стоит благодарности, всё доброе. А как я могу вас найти, скажите, пожалуйста, милая леди? Как найти, как найти? Ирина Борисовна, меня зовут. Я гинеколог здесь. Хорошо, Ирина Борисовна, я вас найду и поблагодарю, когда буду чист и ароматен. Всего доброго, всего доброго. Вы слушали третью серию второго сезона радиоспектакля «Петербургские страсти». Продолжение следует.